всем при дорогие друзья с вами я александр михаленко вы наверно за мной соскучились потому что мне уже давно не было на ю тубе несколько дней сегодня я вернулся и сейчас пройдемся по новогодней украшенной ялте да друзья мы сегодня в ялте ночью уже не так много людей буду показать вам все самое интересное погнали свое путешествие мы начинаем с улицы пушкинская и выйдем прямиком на набережную посмотрите как здесь атмосферно действительно же тоже чувствуется какое-то новогоднее настроение ялта украсили уже получи чем в прошлый раз когда я здесь был и сейчас выйдем на набережной покажу вам всю красоту которая происходит у нас там как видите поставили вот эти штуки инсталляции которые очень так по домашнему таким моим любимым оранжевым светом светят и выглядит все это круто что касается погоды то погода у нас невероятно теплая на улице тепло нет ветра в общем не знаю сейчас где-то сейчас ночью 6 9 часов ночи где-то плюс 14 градусов тепла вот так и живем ну что это юбы к вы что хотели здесь это такая погодка теплая здесь нет это редкость но он здесь тоже бывает феврале когда морозы они тут тоже бывают друзья морозы надеюсь будет снег надеюсь его для вас заснять в ялте и показать так друзья какие-то подписчики передают судаку привет и дать меня узнали вот такие дела ночи и узнали меня спасибо что и пати так но мы с вами бежит и проеком на набережную перешел на эту часть дороги посмотрите как здесь красиво украсили это у нас гостиница орианда думаю все вы ее прекрасно знаете в ней фильмов много снималась немного интересных историй и они молодцы вот так украсили свою территорию когда проходишь чувствуется действительно новогоднее настроение с нас пальмочки жаль что пальмы никак не украсили а так посмотрите у них все светится все мигает действительно молодцы что вот так и и украсили ну здесь все осталось так же как и было никаких новых иллюминаций к сожалению нет возможно их только включат завтра завтра у нас 19 декабря и насколько мне известно 19 декабря будут включать главную елку ялты и мы с вами и обязательно тоже за с ними возможно будет даже прямой эфир вот этот дельфинчик его должны были убрать с набережной но до сих пор еще не убрали и не зажгли почему потому что я думаю что все иллюминации зажгутся у нас завтра не знаю правда покажу вам обязательно все посмотрите друзья как красиво выглядит ночная ялта сегодня вот такое спокойно у нас море и вот на горизонте она ялта красавица ночью конечно здесь другие ощущения так тихо спокойно нет какой-то суеты днем я вам скажу сегодня бы проходил здесь днем было много людей на набережной все приехали встречать здесь новый год я думаю много отдыхающих видели красным . светится это ялтинский маяк вот так корабли когда ходят по морю ориентируются на него ладно давайте выйдем на набережной пройдемся по самой уже набережной зайдем до елки посмотрим как она вообще выглядит и еще пройдемся до администрации там тоже должна стоять какая-то девочка я тоже снимем но здесь у нас вот такая тихая спокойная зимняя набережная людей немного уже ходят отдыхаете спокойно я кстати друзья на днях улетаю в москву на несколько дней хочу вам показать и сам конечно хочу посмотреть как выглядит новогодняя москва думаю вам будет интересно а может и неинтересно хотелось бы узнать ваше мнение напишите о нем конечно же в комментариях еще паялки у меня тут куча работы здесь тоже на два дня должен успеть снять все эти дворцы и много еще интересных мест только красота просто вот такой крым я обожаю когда тихо спокойно когда нет толпы отдыхающих да вот такая красота гуляешь ночью здесь и наслаждаешься этой природой обязательно побывайте в крыму в межсезонье когда здесь нет туристов многие говорят что чем заняться в ялте зимой людям много чем можно заняться путешествовать поездить по горам посиди какие-то интересные достопримечательность не только же купаться и не целый день валяться на пляже согласитесь интересно и постоянно возьми фотографируется это такая точка притяжения туристов как птиц это павлин но выглядит тоже интересно вот так красиво согласитесь вот так друзья жду всех в ялте сейчас на кимику красивый кадр сделать чтобы дерево у нас было по середине если будете фоткаться фоткайтесь с этой стороны чтобы вас кадры были не как у других людей а вот с этой с которой я вам сейчас показываю вот смотрите и дерево у вас будет и павлин вот такая красивая картинка получится лайфхаки по фото от александра михаленко лайк вот смотрите красота просто здесь фонтан на зиму его отключают и здесь под ногами у нас аллея можно сказать звезд геннадий селезнев в общем видите можете прийти почитать всех этих звезд но мы с вами движемся дальше по набережной ялты смотреть что у нас там интересного есть квитит какие-то компании людей но уже немного конечно в ялте шикарнейшая природа мне нравятся такие пушистые сосны смотрите юбы к одним словом нереально красиво так друзья пишите в комментариях где и с кем будете встречать этот новый год потому что я еще честно говоря вообще не знаю где я буду на новый год может ялте может севастополь а может быть и в судаке ну конечно судаке вообще ничего не будет происходить на новый год от печально а вот такие города хоть можно даже выйти на набережную прогуляться посмотрим вот здесь у нас такой памятник стоит дома с собачкой чехова и вот пёс всем все труд с нос точнее мордочку это приносит удачу сейчас мы дойдем до ялтинских пальм посмотрим на пальмы конечно не очень украшают набережную и считается одной из достопримечательностей ялты был один год это очень было давно 12 вроде бы может и 6 либо 7 когда были очень сильные холода в интернете можно поискать информацию найти фотографии когда все вот эти пальмы стоят во льду друзья был сильный шторм и потом ударил мороз и они покрылись огромной такой коркой льда в общем зрелище невероятное я конечно надеюсь что когда-нибудь я тоже его сниму но если конечно климат не так сильно изменился посмотрим смотрите так тихо спокойно на вечерней набережной вот это мне улица тоже очень нравится где висят такие зонтики иллюминация тоже сделали интересно затем поближе и покажу смотрите обычно все инстаграм щицы делают себе здесь фотографии вот так это все выглядит тоже интересно что еще заметил набережной и ближайшие улицы они супер чистые видимо их хорошо убрали к новому году потому что еще на деревьях не опала листва но я не увидел ни одного листика на набережной на таких улицах вот папушкина и шли реально ни одного листочка не было когда прошлый раз ли шли там было много листьев в общем смотрите вот такая улица ялты красивая ладно пойдемте смотреть на елки нам нужно новогоднее настроение ну или пальмы здесь пальмы заменяют елки в крыму кстати сегодня шел также по ялте и видел несколько этих елочных базаров продают елки и сосны мне интересно откуда они берут это крымские либо привозные потому что потому что они молодые живые срубленные их выращивают специально для продажи чтобы заработать но когда они гибнут от засухи от короеда никто не спасает вот такой у нас друзья парадокс хотя все рынки сейчас забиты живой сосной ну все вышли уже можно сказать на главную площадь набережной и движемся прямиком к нашей елочке шикарной вот друзья кстати смотрите высадили как называется и не знаю как называется похоже на капусту такие цветы вроде бы они все-таки тоже были их называли тоже капустой в общем вот так красиво сделали к новому году летом этого точно не было многие там пишут алекса когда я выпустил видеоролик с подворотней с подворотней ялты друзьями там так захейтили в комментариях александр что ты показываешь на плохую ялту друзья показываю все как есть всегда вот набережной здесь действительно очень хорошая очень чистая ходишь и радуешься наслаждаешься всей этой красотой но если отойти куда-нибудь в сторону а мы завтра днем пройдемся по городу и я вам покажу как выглядит настоящая ялта потому что блогеры почему-то кроме набережной дальше никуда не заходят к сожалению но мы с вами пойдем до конца также хочу пойти на рыночек снять зимние цены что у нас там по зимним ценам и и продукты есть на рынке на главном городском ялты он я уже вижу елочку но и вам еще и не покажу давайте дойдем до дерева с крутой тоже иллюминацией он вы уже можете видеть его на фоне у него висят огромные такие шары выглядит конечно очень это интересно идемте вот выходим тогда смотрите красиво вот так нужно деревья все облагородить оккультурить что была вот такая красота севастополь когда я буду на набережной там конечно очень мощно продумали всю подсветку деревьев набережной кипарисов даже сами видеть там все выглядит и все же и вот сейчас я иду и думаю что севастополь украшен получше друзья можете кидать меня камни писать под гневные комментарии я латинцы не обижайтесь но действительно севастополь в этом году это пирас бы он выиграл вот так посмотрите как она сейчас выглядит завтра будет официальное зажжение огней наверно будет какой-то даже концерт я обязательно прейду сюда и покажу как выглядит все и смотрите как у поставили инсталляцию для детей здесь дед мороз можно сделать себе фотографию с дедом морозом на вот таком скутере фото зона вот так и вот она елочка так и что еще заметил посмотрите вот она наша судакская галера таврида ее тоже украсили к новому году видимо вся в гирляндах и насколько я слышал там в не какая-то кофейня на море вы можете выплыть в открытое море попить кофе и которым здесь приготовят что я завтра собираюсь строчка сделать и все естественно показать вам тоже молодцы красиво и оформили вот так она выглядит поэтому будете в ялте обязательно чтобы прокатились на галере таврида здравствуйте у нас тоже вот так друзья выглядели галера таврида да друзья все узнали это тебе местные ребятки и судака смотрите здесь прямо на даже стоит такой мини-парк мини-сад точнее такая красивая колонада здесь бассейн и и вот ялтинская кошечка у нас пришел выпить водички бассейн и так давайте пойдем до дома администрации посмотрим как там украсили территорию такая у администрации елка стоит и сейчас все мы тоже обязательно буду показывать мне тоже очень-очень нравится неоднократно об этом говорил но не прям нереальной ночью смотрите там да 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 вот такая красота ладно идемте идемте смотреть как администрация украсила свою елку меня самому интересно здесь находится памятник ленину вот он это же вот такая красота сегодня у нас такой друзья спокойный видеоролик с ночной ялты идем гуляем и наслаждаемся всей этой красотой ну что подошли к администрации я думаю не тут будет немного повеселей здесь украшены всего лишь друзья вот эти два дерева и все вот она администрация вот елка администрация не такая большая как на набережной такая высокая точнее и тоже пока гирлянда не горят и не знать здесь вообще изна не гирлянды или нет время сейчас 2352 да гирлянды есть тоже не зажгли ну и все у вас друзья вот вам и вся ялта дальше за нас идет темные улицы что на них показать ночью я вам знаю вот смотрите далека будет конечно красиво эти деревья смотрите что самое удивительно возле ялты возле точной администрации ялта растет дерево моё любимое вот она секвой а по климату на здесь прижилась иначе должна прижиться и в судаке на днях отправимся в поисках шишки секвой чтобы прорастить из нее деревца и высадить у нас судаке моя идея очень интересная не знаю получится ли у нас это сделать но постараемся смотрите как выглядит ну что друзья вот такой получился видеоролик из ялты он не был небольшой но показал вам ночную ялту здесь он вам понравился обязательно его поддерживайте но я завтра отправляюсь в большое можно сказать путешествие снимать для вас самый лучший интересный контент с вами был я александр михаленко встретимся уже завтра в новом видео всем пока